Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! И сегодня мы хотим поделиться нашим любимым рецептом пасхальных куличей, который используем уже много лет, и он нам очень нравится. Куличи получаются влажными, сладкими, ароматными и длительное время сохраняют свою свежесть. В данном видео мы приготовим куличи с различными начинками, а также покажем процесс декорирования, упаковки и расскажем множество нюансов приготовления. Так что смотрите внимательно, и у вас обязательно все получится! Сначала хотим отметить, что дрожжевое тесто требует особого внимания к условиям, оно не любит сквозняков и резких перепадов температур. Важно, чтобы на вашей кухне было тепло, а также успеху способствуют свежие и качественные дрожжи. Для начала нужно замешать опару. Емкость берите побольше, так как при работе дрожжей опара, а в дальнейшем тесто будут увеличиваться в объеме. Дрожжи должны быть живые, максимально свежие и очень хорошо, когда они при наламывании крошатся. Они размазываются у вас в руках. Сливки должны быть не горячие, а хорошо теплые. Вливаем их к дрожжам и хорошо перемешиваем. Также на данном этапе мы внесли 2 столовые ложки сахара. Сахар в опаре выступает в качестве дополнительного питательного материала для дрожжей. Сливки мы используем от 30% жирности. Можно использовать и меньшей жирности, но куличный это получится не такой влажный. Весь рецепт будет в описании под видео. Теперь добавляем муку и тщательно перемешиваем. Замешанную опару закрываем полотенцем и ставим в теплое место. Мы поставили в духовку на самую минимальную температуру, около 35 градусов, примерно на 20-30 минут. В духовке ни в коем случае не должно быть жарко. Мы включили нагрев и сразу выключили его, просто чтобы было достаточно тепло. Также можно просто закрыть дверь на кухне и включить комфорку, подняв при этом температуру в помещении. Масса за это время становится пористой и должна увеличиться примерно в 3 раза. На длительность данного процесса будет влиять качество и свежесть дрожжей, а также температура в помещении. Если она будет ниже 30 градусов, дрожжи будут очень медленно работать и времени потребуется больше. Как только мы видим, что опара почти готова, приступаем к приготовлению теста. Для этого в емкости немного взобьем яйца с сахаром, также сразу можно добавить и ванильный экстракт или обычный ванилин. На данный рецепт потребуется целый пакетик ванилина, как правило они идут по 1,5-2 грамма. Не обязательно прям взбивать яйца, достаточно будет просто венчиком их хорошо перемешать. В приготовлении мы будем использовать планетарный миксер, поэтому сразу используем емкость от него. Также можно делать это и вручную. Теперь в яичную массу добавляем опару и муку. Замешиваем тесто не менее 15 минут. Это важный этап в приготовлении, которым не следует пренебрегать. Ставьте себе таймер на 15 минут и вымешивайте. По истечении 15 минут замешивания теста вносим мягкое сливочное масло и продолжаем вымешивать. Если делаете это руками, периодически можно обмакивать их в растительное масло, так тесто будет меньше прилипать. Но больше муки ни в коем случае не вносим. После внесения мягкого сливочного масла тесто нужно вымешивать еще 15 минут. Итого полный процесс замеса должен занимать 30 минут. Длительное вымешивание теста для куличей необходимо для правильной работы клейковины, достижения волокнистости и оптимальной текстуры. Вот такое получается вымешанное тесто, эластичное, мягкое, легко отлипает от рук и не рвется. Тесто, которое недомешанное, будет рваться. А пока мы показываем вам готовое правильное тесто, вы поставьте, пожалуйста, нам лайк за наше старание. Теперь отправляем обратно его в емкость. Затем накрываем влажным полотенцем, чтобы поверхность не покрылась корочкой. И ставим в теплое место на 1 час. Мы опять же делаем это в духовке, включили минимальный нагрев, ждем пока немного нагреться и сразу же выключаем. Просто, чтобы в духовке было тепло, но ни в коем случае не должно быть жарко. После 40 градусов дрожжи теряют способность к размножению и перестают работать с тестом. Также кто-то ставит на окно, если на улице солнышко, или закрывает дверь на кухне и включает конфорку, чтобы создать теплую среду в помещении для правильной работы дрожжей. За это время можно подготовить сухофрукты. Тщательно моем и просушиваем на полотенце. Можно использовать абсолютно любые сухофрукты, которые вам нравятся. У нас курага, изюм и клюква. Курагу немного измельчаем. И как только лишняя влага ушла и сухофрукты немножко подсохли, перекладываем в отдельную емкость. И теперь, чтобы начинка во время выпечки не оседала вниз, ее немного припыляем мукой. И пока оставляем в сторонку. 1 час брожения прошел. За это время тесто должно увеличиться в объеме. И теперь делаем первую обминку. Можно делать это вручную или миксером. Обминаем в течение 3-5 минут. Это нужно для лучшего распределения питательной среды и удаления ненужных пузырьков воздуха. Если вы будете делать куличи с одной начинкой, то на данном этапе вносим в сухофрукты. После обминки опять накрываем тесто влажным полотенцем и еще раз ставим в теплое место на 1 час. Получается, процесс брожения занимает около 2 часов. По истечению еще одного часа брожения, тесто опять выросло и можно приступать к формованию куличей. Выпекаем мы всегда вот в таких бумажных формах. У нас диаметр 13, 11 и 9 сантиметров. Чаще всего используем маленькую и среднюю форму, так как в большой форме куличи пропекаются дольше. На форму 11 сантиметров нам нужно взять 350-400 грамм теста. Вот так отрезаем и взвешиваем на весах. А для формы на 9 сантиметров берем 280 грамм теста. Для большой формы отмеряем около 600 грамм. Поверхность стола можно смазать растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Теперь будем замешивать начинки. В булки, которые будут идти в форму на 11 сантиметров, добавляем по 100 грамм сухофруктов. И теперь вот так вмешиваем. Итого получается 350 грамм теста плюс 100 грамм начинки. В идеале это делать на процессе первой обминки. Так как сейчас тяжеловато распределить сухофрукты равномерно. Но так как мы решили делать разные наполнители, вносим начинку сейчас. Высоты этих форм не всегда хватает. И в итоге получается грибочек при выпечке. Чтобы обезопасить себя от этого, вставляем просто внутрь бумагу для выпечки. Это обычный пергамент. Теперь подкатываем тесто, формируя шарик. И затем укладываем в форму, немного прижимая тесто. На куличи, которые будем выпекать в форме на 9 сантиметров, потребуется 60 грамм начинки. Мы добавим сейчас цукаты. А в описании под видео также оставим граммовку распределения начинок для каждой формы. Для данной формы у нас идет 280 грамм теста и плюс 60 грамм начинки. Аналогично увеличиваем высоту форму и укладываем внутрь теста с цукатами. Одну булочку для формы на 13 сантиметров диаметром мы решили сделать в форме краффина с корицей. Для этого берем 650 грамм теста. А для того, чтобы сделать начинку из корицы, ее обязательно нужно смешать с сахаром. Корица получилась примерно 2 чайные ложки. И к ней добавляем около 4 столовых ложек с горкой сахара. Никогда точно не отмеряем, делаем всегда на глаз. Сахара должно быть намного больше, чем корицы. Теперь тесто раскатываем в пласт, достаточно тонко, около 1 сантиметра толщиной, можно даже и меньше. Берем мягкое сливочное масло, размазываем его по поверхности прямо рукой. А корицу с сахаром перемешиваем и распределяем по поверхности раскатанного теста. Мы всю порцию не высыпали, нам показалось, что будет многовато. Но после выпечки уже поняли, что можно было всыпать и все. Теперь закручиваем в рулет. Форму также увеличиваем при помощи пергаментной бумаги. А теперь рулет, который получился, нужно разрезать ножом пополам, оставляя кончик нетронутым. И начинаем вот таким образом закручивать улиточку. Хвостик обязательно отправляем под низ и также укладываем в форму. Если посмотреть на все булки, что мы уже сформовали, то форма должна быть наполнена тестом примерно наполовину. Сформованные булочки ставим на расстойку. Растаивать обязательно в теплом помещении. Мы это делаем опять в духовке. Немного включаем минимальный нагрев и сразу отключаем, просто чтобы создала теплая среда. На данном этапе также ни в коем случае не должно быть горячо. В процессе расстойки нужно делать все аккуратно, без резких движений, иначе тесто может опасть. Нужно дождаться, пока оно вырастет, примерно вот до такого размера. То есть около 1 см, не доходя до края формы. На это уйдет около 40-50 минут. У нас несколько духовок, поэтому маленькие и средние мы поставили в одну, а большую булку сейчас поставим в другую духовку. Первые куличи уже выросли вот до такого состояния. И только теперь начинаем выпекать, увеличивая температуры до 160 градусов. В нашей духовке мы будем печь на самом низком уровне, так как тен сверху подпекает верхушку куличей. Если вы видите, что верхушка сильно подрумянивается у вас, только спустя 30 минут выпечки быстренько можно открыть духовку и сверху положить лист фольги. Раньше духовку ни в коем случае не открываем, так как из-за перепада температур тесто может опасть. Открывать духовку можно только ближе к окончанию выпечки. Также не рекомендуем выпекать вместе куличи, сильно отличающихся по размеру. К примеру, кулич в маленькой форме на 9 см и большой на 13 см мы печем в разных духовках или в несколько этапов. Средние булки нужно выпекать 50 минут, маленькую можно было бы пораньше достать. Ориентировочное время выпечки для разных форм будет в описании под видео. Проверяем готовность при помощи шпажки прямо в духовке. Мы знаем, что наши куличи уже готовы, поэтому смело достали их из духовки. Вы же проверяете готовность еще в духовке. Так как время выпечки может немного отличаться в зависимости от духовки. В центр кулича вставляем шпажку. Если она сухая, то все готово. А если видим налипшее тесто, то ставим еще на 5 минут. И так проверяем до готовности. Теперь оставляем так в формах примерно на час. Ни в коем случае не достаем из бумажных форм сразу. Иначе нежный мякиш внутри начнет деформироваться и слипаться. После часа можно будет снять форму и приступать к оформлению. Мы при выпечке поставили температуру 170 градусов. Тут хорошо видно, как подрумянилась верхушка и низ кулича. Хотелось, чтобы он был поменьше запеченный. Берем это на заметку и в следующий раз используем температуру 160 градусов. После остывания кулич становится плотный и легко освобождается от бумажных форм. Теперь будем приступать к оформлению. Внутри кулич может быть еще слегка теплым, но наносить помадку уже можно. Тут у нас в декоре будет шоколадные яйца, безе, пряники, цветной мох и все возможные посыпки. Полезные ссылки по приготовлению декора для куличей мы оставим в описании под видео. Покрываем куличи помадкой без содержания яиц. Она остается мягкой внутри и не крошится при нарезании. Ссылку на приготовление мы также оставим в описании. Готовится она очень просто, нужен только сахар, вода, желатин и миксер. Опускаем кулич в глазурь и распределяем потом по поверхности. Сразу же украшаем, так как глазурь достаточно быстро застывает и потом бусинки просто не приклеятся. Вставляем имбирный пряник, картинку мы напечатали на пищевом принтере. Также можно разукрасить самостоятельно белковой глазурью. Или в кондитерском магазине заказать вафельную или сахарную картинку и уже потом приклеить ее к прянику. Также в декоре куличи очень любим цветной мох. Готовится он очень просто, в микроволновке буквально за 3 минуты. И безе. Тут также использовали пряник, бусинки и мастичные цветы. Оставляем так куличи еще примерно на час. За это время глазурь покроется корочкой и перестанет липнуть. И куличи полностью остынут. После чего их можно будет запаковать по пакетикам и хранить до праздника. Мы для декора еще используем бумагу тишью. Отрезали 2 квадрата и теперь закрепляем ее атласной лентой. И вот такая красота вышла. Внутри куличи получаются мягкие, достаточно влажные. Очень часто мастера показывают, как разрывается мякиш кулича на волокна. Но такой эффект происходит только еще на неостывшей булочке. Как только кулич остывает внутри, он должен быть вот таким. Сверху дополнительно запаковываем в пакеты. И в плотной упаковке 2 недели при комнатной температуре он будет оставаться свежим и достаточно влажным. Наша мама на Пасху пекла огромное количество булок. И потом мы 3 недели их ели и они оставались вкусными. А вернувшись к нашему краффину с корицей, он выпекался 60 минут при температуре 150-160 градусов. И также уже остыл. Посыпали его сахарной пудрой и теперь разрежем. Мы положили внутрь так много начинки, но при разрезе видим, что хотелось бы видеть ее еще больше. Поэтому если любите начинку из корицы, смело можно класть ее больше. Напомним вам о нашем инстаграм профиле, где мы делимся нашими работами и множеством полезной информации. Поэтому приходите к нам в гости. А на данное видео не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. Также переходите на наш сайт сестракейкс.ком, где можно узнать о видео уроках по отработанным нами стабильных начинок для тортов. Надеемся, данный ролик раскрыл многие вопросы и поможет приготовить вам вкусный кулич к Пасхе. Мы поздравляем вас со светлыми праздниками, желаем вам здоровья, добра, ну и конечно успехов в приготовлении. С вами была студия Кондитерская Сестры. До новых встреч в новых роликах! Субтитры сделал DimaTorzok